Лекция по Шримадбхагаватам. Песнь 1, глава 8, текст 34. Прочитана его божественной милостью Ачеба Ктиведантой с вами Прабхупадой, 14 октября 1974 года в Майпуре. Перевод. Третьи же утверждают, что мир, перегруженный, подобно лодке в море, наполнился печалью, и Брама, приходящийся тебе сыном, молился тебе, и потому ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира. Итак, одно из имен Брахмы — это Атма-Бху, рожденный от Гарбады Кошая Вишну, без помощи Лакшми. Лакшми была там. Она массировала лотосные стопы Господа, но Господь не пользовался помощью Лакшми, чтобы породить Брахму. Поэтому Браму называют Атма-Бху, рожденный непосредственно от отца, без помощи матери. Браму также называют Свайам-Бху. Свайам-Бху — Нарада Шамбху. Из двенадцати великих учителей шастры Брама является первым. Про него говорится, что он — Свайам-Бху или Атма-Бху. Это всемогущество Верховной Личности. Он не нуждается в помощи другой женщины, чтобы зачать ребенка. Даже Брама породил множество детей непосредством женщины, но они изошли из разных частей его тела. Мы не можем это постичь, потому что мы ограничены материально. Мы не можем понять, что это возможно. Итак, возможность и невозможность не зависят от нашего понимания. Мы должны черпать знания от авторитета. Здесь, в ведических текстах, сказано, что Брама рожден непосредственно от отца, и мы должны это признать. Таково ведическое знание, оно неоспоримо. А это возможно. Таково всемогущество. У Господа есть все энергии, все возможности. Так Брама обращается к Нарайане, к Вишну. Так Брама обращается к Нарайане, к Вишну. Он не может видеть его непосредственно, но он может встать на берегу океана молока, и оттуда может обращаться со своей просьбой. И Гарбадакашая Вишну дает свое решение. Однажды, когда весь мир был обременен, такова история рождения Кришны. Земля, планета Земля обращается к Браме с просьбой попросить Гарбадакашая Вишну не зайти в этот мир, чтобы снять с мира бремя. Мир, естественно, очень тяжелый. Это мы можем понять. Существует множество океанов, масса огромных гор, помимо ваших небоскребов. Конечно же, все это скопление материи очень тяжелое. Но не только эта планета, много других планет, в частности, Солнце, оно тяжелее в 1 миллион 400 тысяч раз. Тем не менее, эти планеты парят в космосе. Почему? Потому что Кришна входит в каждую из них. Кришна говорит, что Я вхожу в каждую планетарную систему, в каждую Вселенную и посредством своей силы Я поддерживаю ее. Они парят. Почему парят? Потому что Кришна есть. Кришна находится в них. Атеисты могут не верить в это, но это факт. Это факт. Почему? Как, например, животное или человек, пока он или оно живет, они могут плавать или летать. Но если человек умер, он уже не может ни плавать, ни летать. Ведь так? Почему он плавает? Потому что очень маленькая частица Кришны, духовная энергия, находится в этом теле. Вот что такое живое существо. Огромный слон тоже может плавать в воде. Лошади, слоны, не говоря уж о человеке. Практический пример, потому что маленькая частица Верховного находится в этом теле. Очень маленькая частица. Насколько маленькая? Одна десятитысячная часть кончика волоса. Настолько мала. Но она обладает такой силой, что может держать все это небесное тело или тело человека или животного на плаву. Есть очень большие птицы, они парят в воздухе. Огромные орлы. Они могут летать с одной планеты на другую. Они стартуют с одной планеты и отдыхают на другой планете. И они откладывают свои яйца в полете. Эти яйца также становятся птенцами за счет за счет За счет трения воздуха. Так что это огромная система в царстве Бога. Так что для него не составляет труда породить Брагму или держать на плаву целую вселенную или планету. Нам необходимо подходить с разумом в своем сравнительном изучении. Если возможно держать на плаву большое тело, есть много больших тел, киты, они огромные как корабль. тем не менее они плавают. Почему? Потому что маленькая частица духовное существо находится там, поэтому это животное способно плавать. Если верховный Господь входит в огромную груду материи, то почему бы ей не плавать? По крайней мере, я именно так пытаюсь это понять. Разве я ошибаюсь или я прав? Как вы думаете? вера. Это называется вера. Это вера. Если у вас нет веры, вы не сможете понять Кришну. Аду Шрадха. Шрадха. Да, Кришна может все сделать возможным. У нас должна быть эта вера, мы должны ее поддерживать. Это основа. Это объясняет Кришнадаска Вираджага Свами. Что такое вера? Вера это твердое убеждение. вера. Это вера. Вишваса. Это Если я скажу что-то, если вы поверите на сто процентов в это, то это называется верой. Это вера. Нет, не так, что может быть, может быть, нет. так что Шрадхас Шабде Вишваса. Вишваса значит вера. Какая вера? Судридда нишчай, твердого вера, лишенная всяких сомнений, нишчая. Что это за вера? Вера во что? Кришне бхакти кайла сарва карма критахой. Если человек предастся Кришне, то он исполняет все свои обязанности. он уже никому ничего не должен. Как Кришне незачем что-либо делать. Его энергия настолько велика, что все происходит само собой. Точно так же, если вы верите в Кришну, то все произойдет само собой. Кришна сделает это для него. Разве это трудно? Так что это огромная груда материи, земля. В действительности это не тяжело, но это бремя становится тяжелее, когда появляются демоны. Что значит демоны? Это материальная деятельность. Если совершается духовная деятельность, то планета остается очень легкой. Если же совершается слишком много материальной деятельности и слишком много материалистичных людей, оно становится тяжелее, и жить становится все тяжелее. возможностей вот наступило такое время, и поэтому Земля, планета Земля обратилась к Брами, чтобы тот попросил Вишну воплотиться на Земле. Кто-то говорит, что Бхараватара чтобы уменьшить бремя. К примеру, плохой сын это бремя для отца. Об этом говорил Чанаке пандит, о том, что глупый сын, какой прок в сыне, который не является необразованным, непреданным, бесполезен. Такой сын, какой прок от него? Сын, который не является преданным, преданным, две вещи необходимы. Сын должен быть преданным или образованным. Не будучи образованным, ученым, никто не может стать преданным. Если человек становится преданным, он также и ученый, но иногда человек может быть материально образован, не преданным. Такое случается, если человек, опять же, если же он не учен и не является преданным, то какой прок в таком сыне? И он приводит пример. Если у тебя один глаз, и он покрыт катарактой, ты не можешь видеть ее, он постоянно доставляет тебе боли и беспокойства. Пока не прооперируешь, он доставляет только беспокойство. Во многих местах говорится ученаке пандита об этом. Если у тебя один сын очень достойный, то вот это предпочтительно. Какой смысл иметь много сыновей, если все они негодяи и глупцы? Итак, отец беспокоится, когда его сыновья негодяи, точно так же, когда население негодяев увеличивается, это превращается в бремя для земли, поэтому в Бхагаладгите говорится о Варна-Санкаре. Варна-Санкаре. Сейчас практически весь мир наполнен Варна-Санкарой. Прежде всего, в мире не существует сейчас деления на Варны. Деление должно существовать в зависимости от качеств людей, но людям это неинтересно, они хотят какую-то мешанку, они не могут ничего делать систематически. когда система Варна-Санкаре разрушается, как, например, в странах Запада, не существует такого явления, как Варна-Санкаре. Поэтому хиппи — это Варна-Санкаре. В Бхагавадгите говорится, если Варна-Санкаре возрастает стришу-душ-тасу Варна-Санкару джа-этэ. Когда женщины развращаются, у них нет мужей, это развращение для женщины, она лишается целомудрия, тогда появляется Варна-Санкара. Когда мир перенаселен Варна-Санкарой, он становится бременем. Поэтому появилось много демонов, атеистов Варна-Санкары, поэтому для Земли это стало нестерпимым. И сказано, поэтому Мать-Земля обратилась с просьбой, пожалуйста, приди, спаси меня, я так обременена. Поэтому говорит Санкарабутарана, чтобы уменьшить время. 5000 лет назад Кришна пришел, чтобы убить некоторых демонов. Не всех, не все были демонами. Но в следующий раз, когда придет Кришна, будут только демоны. Только демоны. И тогда придет Калки Аватара, как гласит это Стотра. Тогда Кришна уже не будет проповедовать Бхагавадгиту. Калки Аватара просто придет, чтобы рубить головы всем. Такова будет его проповедь. Млечха ниваха нидхане калов атикаравалам означает означает олицетворенная смерть. Млечха нидхане, млечха это мясоеды. Люди, которые едят мясо, рыбу, это млечхи, млечха, яван, их называют так в ведической терминологии. и так люди становятся мясоедами сейчас. Сейчас это уже не секрет. Раньше, по крайней мере в Индии, мясоеды ели мясо тайком, скрывали от всех. Мы видели в детстве, если кто-то ел мясо, в доме это было непозволительно. В былые времена богатые люди заводили слуг мусульман в качестве конюхов или водителей. И вот в конюшне они тайком готовили мясо и так называемый бабу или заминдар ел это мясо. Это было непозволительно. А те, кто не были богатые, бедные, люди, выходцы из шудр, они шли на кали-гхат, брали козу, приносили ее в жертву, там готовили ее и ели. С тем возвращались домой. то есть мясоедение было запрещено особенно среди высших каст, браманы никогда не касались этого. Тем не менее, в некоторых провинциях, в провинции Махараштра, в Мадрасе, сейчас, конечно, они едят. Итак, мясоеды это млечхи. Сейчас их становится больше мясоедов. Итак, когда все население превратится в мясоедов, млечха, они ничего не будут понимать в духовных темах. Почему это запрещено будут спрашивать? Потому что мясоеды ничего не могут понять в отношении духовных вопросов. Им это очень трудно. В Вина Пашугна Парикшит Махараш сказал Произнесение Махамантры Харея Кришна возможно только для того, кто Невриттатарша. Невриттатарша это тот, кто положил конец материальным делам. Мы должны закончить наши материальные дела, чтобы понять духовные вопросы. Если по-прежнему у человека сохраняется склонность к материальным вещам, то для него пытаться понять духовные вопросы будет бесполезным времяпрепровождением. Итак, Невриттатарша Упагея Манат в действительности святое имя может повторять только такой, как Харидас Такур, лишенный материальных желаний. Но те, кто не такие, как Харидас Такур, Бхавоу Шадги, если они повторяют все же, постепенно они избавятся от этой материальной болезни. Для них это шанс. В действительности это предназначено для таких освобожденных душ, как Харидас Такур. Тогда почему мы повторяем святое имя? Мы повторяем, потому что Четударпана Марджаном, чтобы очистить наше сердце, чтобы излечить материальную болезнь. Так что в действительности по-настоящему этим наслаждаются освобожденные души. Но те, кто больны, как мы, могут повторять и постепенно излечиться от материальной болезни. Таков основной принцип повторения святого имени Кришны. Неврита Тарши Рупагия Манат. Почему мы его повторяем? Почему мы повторяем святое имя? Потому что Бхаво Шадхи это лекарство от Бхава Роги. Бхава значит становиться. То есть вы рождаетесь и снова умираете. Это наша болезнь. Это называется самсары. Все эти негодяи в материальном мире получают одно тело за другим. Когда одно тело становится бесполезным, им уже нельзя пользоваться. Вы получаете новое тело в зависимости от цены, которую вы платите. Например, когда ваша одежда изнашивается, вы покупаете другую одежду. Вы можете купить очень хорошую, дорогую одежду, но можете купить очень посредственную одежду, в зависимости от того, сколько сможете заплатить. Точно так же вы получаете соответствующую одежду, то есть тело, в зависимости от того, сколько можете заплатить. Если вы развили высокое сознание, тогда вы получите тело на высшей планетарной системе, где удобства в тысячи, в тысячи раз превышают таковые на земле. Мы это можем понять. Например, в странах запада материальные удобства превышают таковые в этой стране. Точно так же в Урдвам, Гачханте, Саттва, Ста, мы можем подняться на высшей планетарной системе, мы будем дольше жить. Например, Брама живет очень долго, миллионы, миллионы лет, согласно нашему летоисчислению. например, насекомых, какой-нибудь комар, который нападает на нас ночью, сколько он живет в течение ночи. Они рождаются в течение ночи, они вступают в полную связь, рождают потомство и размножаются. И как только ночь заканчивается, они умирают. У них тоже долгая жизнь. Если вы скажете им, что есть другое животное, для которого эта ночь лишь 12 часов, есть еще день, тоже 12 часов, так он живет один месяц, потом из 30 дней и год, они удивятся, как это возможно. Точно так же, когда мы подсчитываем возраст Брамы, нас это изумляет, как так, миллионы, миллионы лет, поскольку мы в сравнении с Брамой подобны насекомым. Это научно, этот мир относителен, это относительный мир. Вы получаете тело, соответствующее вашему положению, время тоже относительно. Прошлое, настоящее, будущее для вас это не то прошлое, настоящее, будущее для других. Для Брамы прошлое, настоящее это не то, что прошлое, настоящее для нас. Все относительно. В творении Кришны есть очень много относительных понятий, поэтому это относительный мир, время вечно, да, но из-за нашего относительного рождения, из-за нашей относительной смерти, в соответствии с этим мы определяем прошлое и настоящее. В противном случае время — вечно. Поэтому для Кришны не существует такого явления, как прошлое, настоящее и будущее, поскольку Он — Вечное время. Поэтому Он знает все. Ведахам. Например, если вы знаете настоящее, для вас оно не прошлое, не будущее. Точно так же для Кришны нет такого, как прошлое и будущее. Поэтому Он сказал, что были времена, миллионы, триллионы лет назад, согласно лета исчислению Арджуны, Он сказал, «Я рассказал эту Бхагавадгиту Богу Солнца». Арджуна не поверил, потому что Он подсчитывал прошлое и настоящее, исходя из Своих относительных понятий. Но Кришна не входит в эти рамки прошлого и нынешнего. Поэтому Кришна сказал, «Мы с тобой являлись уже много раз в Бахуниме Виатитани. Ты тоже. Но ты забыл, поскольку у тебя существует прошлое, настоящее и будущее. Для меня такого не существует, поэтому я помню все». Таким образом, если люди становятся безбожниками, теряют духовность, бремя мира становится тяжелее, нестерпимым. Я уже объяснил. Взвесьте свое тело. Скажем, один человек 60-70 килограмм, но как только он умрет, оно будет тяжелее. Ведь так? Что вы думаете? Вес станет тяжелее, он уже не тот же. И так, пока люди материалистичные, бремя будет лишь возрастать. Но пока люди духовные, бремени не будет. Например, если есть корабль, вы можете пересечь на нем море или реку. И когда вы осознаете Кришну, вы можете пересечь океан невежества. Легко. Бхури Бхарина очень тяжелое бремя, и поэтому земля оскорбила. «Господи, спаси меня!» Вывод такой, что если люди превращаются в атеистов, материалистов, материалист — это и есть атеист, тогда вес Земли или любой другой планеты будет увеличиваться, и ситуация будет становиться лишь хуже, все будут несчастны, беспокоятся. И тогда приходит Кришна и говорит, «Яда, яда, хиддхарма се». В настоящий момент мир обременен материальной деятельностью. Кришна уже не зашел. Кришна уже не зашел. Кришна воплотился в форме махамантры Хареи Кришна. Если люди обратятся к ней, будут повторять махамантру Хареи Кришна, то нынешнее положение в мире может измениться к лучшему для нашей жизни, и атмосфера изменится. Поэтому движение сознания Кришны предназначено для этой цели, чтобы облегчить людям жизнь, избавить их от этого бремени, чтобы они могли жить в мире, понимать ценность жизни, одухотворяться, чтобы жить спокойно в этой жизни и вернуться домой, к Богу. Такова миссия движения сознания Кришны. Спасибо вам большое.